На 99,5 Говорит Город Согласен На самом деле, да, это так Мы подтверждаем, что В последние дни проходит Проверка и практически прошла Проверка всех дорог Это и гарантийные дороги Мы просто смотрим на состояние дорог Благо это позволяет 20 марта сделать Что, честно говоря, скажу вам Последние 5 лет это редкость Фантастика По-моему, да На самом деле все в шоке И все в таком радостном настроении Что все, пришла весна Весна пришла, красна пришла Вот, поэтому проверяем Гарантийные дороги Которые делали 5 лет назад Которые делали 3 года назад Которые делали в прошлом году По всем дороге стоят Есть 3 дороги Допустим, это Молитовская улица Там еще несколько дорог Где дорога в связи с тем Что делали, вот видно В последние дни Или холод, или дождь Где-то, на что нам всегда указывают нижегородцы То есть вот дорога скрылась И видно дефекты Значит, все подрядчики выходят 1 апреля На свои участки Надеюсь, что в течение апреля В отличие от того года Мы постараемся в этом году Очень быстро навести порядок С ямочным ремонтом Что так беспокоит всех жителей Ну, а я хочу добавить Что, уважаемые нижегородцы Я понимаю, что с одной стороны Мы радуемся, что зима была теплая Но для наших дорог Это была катастрофическая зима Потому что переходов Температуры с плюса на минуса Практически были каждую неделю Это говорит о том Что дороги на сегодняшний момент Будут в очень плохом состоянии То есть получается, если бы была просто обычная морозная зима Обычная зима, да Было бы легче Конечно, намного было бы легче И это говорит как раз Молитский мост Потому что у нас сейчас ситуация Что мы, конечно, обязаны будем ее ремонтировать Но ситуация такая Что вода, попадая под асфальт Под нижний слой там Она его просто, когда переходит на минус Она его взрывает прямо изнутри И что не делали этой зимой Молитский мост На сегодняшний момент мы просто видим ситуацию Что в любом случае Это пока нами не удается Поэтому сейчас рассматривается вопрос По капитальному ремонту Вот, конечно же Кондрашов ругает И говорит о том Что мы обязаны в короткие сроки Там навести порядок И жесткий контроль За всеми подрядчиками Я напомню, что в прошлом году Дорог было сделано там Больше чем на миллиард И контроль, конечно же За ним будет вестись Но это еще и обслуживающие организации И много организаций За которыми в том числе Надо контролировать Поэтому сейчас Я хочу главное донести Что для всех подрядчиков Согласно контракту Который мы заключаем Невыгодно делать плохую дорогу Потому что они у нас будут Умирать на этих дорогах Месяц, два, три Но дорога будет приведена В то качество Которым должна быть Поэтому они могли бы Хорошо сделать дорогу И выйти на другую дорогу Которую мы им можем дать Поэтому на сегодняшний момент Мы ставим перед ним задачу Ребята, сделайте плохо Завтра же будете виноватыми То есть будете это делать Вместо того, чтобы зарабатывать Еще деньги Поэтому проверка И надеюсь, что качество дорог Я вижу, что я просто проехался И в эти выходные И сейчас он у меня объезд Каждый день Каждого района В течение недели Я должен проверить Каждый район Состояние После зимы Каждого района Это и дороги Это и дома Это и свалки Это и дворовые территории То есть вот На сегодняшний момент Два района проехали До следующей среды Мы пройдем все районы И реально будем Видеть ситуацию Что нам необходимо делать По Нижнему Новгороду А по дорогам Я еще хотел Такую информацию Дать интересную Чтобы, я думаю Наши автолюбители Нижегородцы знали Что нас просто Можно ругать за дороги Но у нас с вами В Нижнем Новгороде 14 миллионов квадратных метров Дорог в асфальте Мы гордимся Этой цифры, Андрей Геннадьевич Нет, мы не гордимся А теперь я просто хочу Эту цифру Умножить на 1200 рублей За квадратный метр Это средний ремонт Асфальтового покрытия Если вы перемножите Эту цифру Она вырастет у вас В 17 миллиардов рублей А у нас в этом году 2 миллиарда Я вам просто хочу сказать Вы понимаете 17 Это значит Чтобы отремонтировать В отделе остальной Все дороги Нижнего Новгорода Надо 16-17 миллиардов рублей И это при учете того Что полтора-два Если нам будут выделяться в год Мы делаем это За 8 лет И за 8 лет Еще придет Опять гарантийный срок Те, которые ремонтировали В 14-м году Это такая безысходность А зная, что Последние 2-3 года Мы пытаемся По полтора миллиарда По миллиарду По полтора ремонтировать дороги Этого все равно не хватает И дороги Особенно при такой зиме Приходят в негодность Вот это надо, конечно, учитывать Получается такой Безнадежный Замкнутый круг Ну почему? Неужели никакого выхода нет? Почему? Почему замкнутый круг? Почему безнадежный? Зачем так говорить? Нет, это не безнадежный То есть это как раз говорит о том Что все Областное правительство Муниципалитет Должны понимать Какие средства Должны выделяться На дороге И ругать Муниципалитет Постоянно за то Что вот мы крайние И мы не ремонтируем дороги Тогда реально Должны все понимать Ребята Вот такие деньги Выделяете? Тогда хорошо Нет этих денег Тогда извольте получать А то асфальтовое покрытие Которое мы можем Так потому, Андрей Геннадьевич Безнадежно Что федеральная власть Со своей стороны Разводит руками Ну где мы возьмем вам 17 миллиардов на дороге А местная власть В свою очередь Разводит руками Потому что невозможно Сделать дороги Не имея такого количества средств Мы расставлять приоритеты С вами должны Что нам в первую очередь В первую очередь Дороги Или в первую очередь Сделать фоки Или детские сады Или строить мосты Или тому подобное То есть мы с вами Должны Точнее все чиновники Областные и городские Должны выставлять приоритеты Что в первую очередь Если мы с вами Не строим развязки В нижнем Новгороде То Ну по логике исходя Мы должны отремонтировать Дороги Чтобы увеличить Пропускную способность Другого варианта У нас с вами нет 4230995 Кнопка 5 Если у вас есть Конкретные вопросы К заместителю Глава администрации Нижнего Новгорода Андрею Черткову Вы можете их задать Вы упомянули фоки Еще раз давайте уточним Для всех нижегородцев Те фоки Которые уже построены У нас по крайней мере Подавляющее количество Их содержание Находится на балансе Муниципалитета Одного Это фок Заречный пока И автозаводский Извиняюсь Автозаводский Я совершенно забываю Что на автозаводе Тоже построен фок Заречный и автозаводский Это нас Наш Фок На Мещерке Это содержит Областное правительство И также содержит Областное правительство Фок На Щелковском Бухутере Нет ли у вас Претензий К качеству Нынешнему Сегодняшнему Наших Городских фоков Я почему спрашиваю Так случилось Что очень много Общалось в последнее время С людьми живущими В области Где А вы знаете Что фоки строили По всей Нижегородской области Наверное нет Населенного пункта Где не стояло бы Это сооружение И увы и ах Очень многие Жалуются на то Что эти недавно Построенные здания Не знаю По каким технологиям Их строили Они уже Начинают ветшать И приходить в негодность Вот наши Нижегородские фоки В каком состоянии Не готов за это говорить Мы понимаем По каким технологиям Их строят То есть Это каркасное строение С Господи Как плитами Из минваты И металла Вот В принципе Я считаю Что это Так строят Практически все Каркасные строения Они должны Стоять Долго И реальное Подтверждение Этому есть Вопрос На изношенность Ледового покрытия Или изношенность Бассейнов То есть Изношенность Непонятно чего Или плохо полы Сделали в спортзале То есть На сегодняшний момент Я знаю Что по заречью Мы следим По автозаводу Следим Таких вопросов Больших нет То есть Пока на сегодняшний момент То есть Есть вопросы у жителей Потому что Не хватает Допустим Я знаю Что в заречье Нет места Люди ездят Бесплатно купаться Там на мещеру Особенно пожилого возраста То есть Такие вопросы есть Мы пытаемся Как бы их решить А вот именно В плане того Что ветшание Это нет Ветшают Скорее всего Может из-за того Что в принципе Не используется Иногда даже Он быстрее ветшает Когда не то что Использует А когда не используется Как любой дом Когда он не жилой Он начинает Если он жилой И в нем живут Дольше дома хватит А если ему Не уделяют внимания То может скорее всего Он ветшает Но на самом деле Просто я думаю Такого количества людей Которые там В области И фоки Я думаю Что половина фоков Просто не загружена Это может Возможно Такая информация Может быть Понятно Спасибо за информацию Возвращаясь к дорогам Вы говорили Что вот эта зима С перепадами Прессовой Носовой температуры Взрывала изнутри Заделанные ямы А вот если Эта яма Делалась Заделала С помощью рециклера То все равно Тем не менее Она подвержена Таким перепадам Температуры Вот вы хорошо сказали О рециклерах На самом деле Это случайность Как бы Моя Что В октябре Там 13-го года Я внес Конкурсную документацию Эти машины Потому что На самом деле О них даже разговора Не было То есть Я попытался Внести что-то новое И попытаться А вы видели Где-то и в действии Такие машины Мы видели в действии Поэтому специалисты Нам показывали Мне кстати Очень понравилось Потому что Эта зима была Первой зимой Когда мы заделывали Дыры Не брусчаткой Хотя брусчаткой Мы тоже заделывали А делали асфальтом Причем Литым асфальтом Да Этой зимой У нас много было вопросов Потому что на самом деле Все дорожники Учились в первый раз Мы проводили учебу Там по пять раз В районах Чтобы просто люди Поняли Как с ним работать Поэтому я думаю Что к сегодняшнему моменту Мы уже знаем Как использовать Данную технику Вот на той неделе Мы открыли уже Второй завод С горячим асфальтом Поэтому я считаю Что сейчас Рециклер И горячий асфальт Мы попытаемся Уже на этой неделе Выйти на хорошие результаты По ямочному ремонту Вот И опередим Тех Наших Жителей Которые нас хотят Упрекнуть в том Что вот все таки Мы не успеваем За погодными условиями Хотя честно говоря Мы говорим даже Что Ну просто те процедуры Аукционные Которые должны пройти На ямочный ремонт Они должны пройти Только вот Ближе к апрелю Вот И поэтому Вот эту неделю Я конечно понимаю Что не будет Прям такого вала По ямочному ремонту Мы просто выйдем На хороший уровень По ямочному ремонту А реально С первого апреля Или там по-моему С четвертого У нас выходят Все подрядчики Все дорожные службы Уже на На постоянной основе На ямочный ремонт И задача стоит Чтобы до майских праздников Сделать ямочный ремонт И нанести разметку А основной ремонт Дорог начнется уже? Я думаю В июне Потому что Мы стараемся быстрее Но на сегодняшний момент Программа не сформирована Мы ждем Вести от автозавода От областного правительства На законодательном собрании Должны принять Последние цифры На выделение Нижнему Новгороду Денег на дороги И на следующей неделе Я уже сформирую Департамент дорожного хозяйства Программу И уже будет понятно Какие дороги В 2014 году Какие дворы Мы будем делать По традиции Вся схема Должна появиться Обязательно То есть все нижегородцы Зайдя туда Могут посмотреть Попадает их участок Дороги под ремонт капитальный Или под ямочный Это доступно 42 30 99 5 Кнопка 5 Напомню телефон прямого эфира Сегодня с нами Заместитель главы администрации города Андрей Чертков Задавать ему свои вопросы Ну а мы пока прервемся На информацию о пробках И короткую рекламу Горячая линия Террективный час На 99 и 5 Говорит город 18 26 в Нижнем Новгороде В прямом эфире На радио Продолжается горячая линия Сегодня с нами В прямом эфире Заместитель главы администрации города Андрей Чертков Андрей Геннадьевич Еще раз здравствуйте Добрый вечер 42 30 99 5 Кнопка 5 Телефон для ваших вопросов Но у меня вопрос От всех нижегородцев Потому что не так давно Все мы узнали В том числе И из блога Олега Кондрашова О том что нас теперь считают Специальные компании На остановках На транспортно-пересадочных узлах Ведет подсчет нижегородцев Речь идет о создании То есть самой единой транспортной схемы О которой так много говорилось И которой неужели уже Считают И считают не только транспорт в автобусы Считают ваши машины То есть все это Сейчас поддается полному обследованию То есть контракт Который был заключен в 2013 году Это по созданию комплексной транспортной схемы В рамках нее До 25 апреля 2014 года То есть это месяц у нас осталось Должны быть проведены мероприятия Это следующее Это натурное обследование Более 200 ключевых пересечений Транспортных развязок То есть это можно сказать Под нашу перекрестку Вот Будет проведено анкетирование Расширенное обследование Порядка 40 магистральных улиц и дорог С применением радарных детекторных комплексов Которые сейчас уже устанавливаются Практически на всех магистралях И полное обследование пассажиропотока На маршрутной сети Нижнего Новгорода Часы пик Как ручным методом И с применением Автоматические средства учета Входящих и выходящих пассажиров Мы будем это монтировать На всем нашем муниципальном транспорте А также проведут обследование Парковочного пространства Вот регистрация интенсивности движения На маршрутах городского транспорта А мы постараемся проводить в утром Ну в пиковые нагрузки Да, утром там грубо там С 6, там 30 до полдесят И вечером с 5, там до 8 Вот В этом будут нам помогать студенты НГТО Алексеева Ох, сколько курсовых работ напишут Хороших, качественных Да, я буду благодарен ребятам Которые помогут нам в этом Создании конечного продукта Вот Который, кстати, обучается На правильных специальностях Так как На самом деле Вот эту комплексную транспортную схему Провали Привели всего там Пяток городов Я думаю, что нашим студентам Будет очень поучительно Посмотреть И научиться Как это проводится Какие обследования Поэтому я считаю, что Полезные информации Они для себя Подчеркнут Вот Дальше Оборудование Которое становится Как на пассажирке Я говорю, внутри будет Так и уже началось На магистралях Вы видите Такие белые датчики На столбах висят То есть это как раз Те датчики, которые Отслеживают Поток машин Вот И датчики в автобусах И в трамваях Которые Отслеживают пассажиры Поток В нашем транспорте Вот Затем Будет проведено Большое анкетирование Социологический Опрос Населения Транспорт Который Выбираем Как раз Для просто Выяснения Транспортного Поведения Жителей Это вот порядка Наверное Двух тысяч Жителей Мы опросим В разных Это на самом деле Да Это на самом деле Хороший выбор Это на самом деле Очень большое исследование Которое мы заказывали И это нам Позволит Сформировать Как раз Комплекс мероприятий Получению перемещения Всех видов транспорта По территории города Перемещения наших жителей Из одной точки В другую Вот Поэтому Вся комплектная схема Должна быть подготовлена К июлю Пятнадцатого года Я надеюсь Что первичный анализ Мы получим Осенью этого года И начнем Уже на основании этого Разрабатывать Полностью Измененную Сеть Маршрутную На пятнадцатый год Потому что я надеюсь Что мы начнем Конечно же Это Электротранспорт Как экологический И исходя из того Где мы можем увеличить Количество транспорта Электротранспорта Это метро Трамвай Троллейбусы Вот Где мы можем увеличить И где мы можем Допустим Дополнительную сеть построить А дальше уже пойдет Муниципальный транспорт Остатки будем отдавать Уже Частным перевозчикам Когда вот складываются Складываются воедино Два куска фразы Метро И увеличение сети Давайте с этого Поподробнее Спасибо На самом деле Все мы понимаем Что в нагорной части города Метро не появится В ближайшие пять лет Это точно Я не говорю развитие метро Вы говорите именно О количестве вагонов Нет Мы исходим из того Чтобы Мы понимаем Что электротранспорт Для нас приоритет Метроли Трамвай Троллейбус Это экологический транспорт Который мы максимально В городе должны задействовать Это естественно Для блага и жителей И для развития Нижнего Поэтому Строя заново сеть Маршрутную По Нижнему Новгороду Мы исходим из того Как у нас двигается метро Как троллейбус Как и трамвай Где мы можем увеличить Количество Самих Транспорта То есть Это количество трамваев Троллейбусов И количество Вагонов Метро Чтобы быстрее было И дальше Уже от этого Будем исходить Основные магистрали Они должны обеспечиваться Муниципальным транспортом Большим транспортом Возможно Наши знаменитые гармошки Которые появятся И они должны Конечно же Обеспечивать Эту магистрали Проспект Ленина Коминтерна Проспект Гагарина Московское шоссе А уже Маленькие маршруты Мы можем отдавать Уже на частных перевозчиков Если мы Конечно Обеспечим себя Новыми автобусами Которым Я надеюсь Что Мы прорабатываем Вопрос По закупке Газомоторных автобусов Стали экологичнее Потому что Все мы помним Как эти Как они назывались Эти большие Красивые И карусы Как они пахли Ну важно что пахнет То есть конечно Автобусный парк меняется Мы понимаем Что Его замена Необходима То есть И работаем В этом направлении Но просто Важно понимать Что Даже закупить 100 автобусов Реально По сегодняшней цене Там 6 миллионов автобусов Это вам 600 миллионов рублей Там Зная платежи Все Лизинговые То есть Это превращается 800-900 миллионов На 5 лет А таких автобусов Нам надо много И к тому же Необходимы И трамвай И троллейбус Ну Насчет электротранспорта Конечно Здесь Как вы знаете Не у всех Однозначная точка зрения Особенно в том Что касается трамваев Потому что Многие считают Что трамваи Станут полноценным Городским видом Только в том случае Если они получат Выделенные полосы А у нас такое Это очень важно На самом деле Где возможно Это везде возможно Это смотря Как мы будем На это смотреть То есть Вы поймите Если вы едете В машине То естественно Вам наплевать На тех Кто едет в трамвае Давайте пересядем В трамвай И посмотрим Тогда с другой стороны А люди ездят В трамваях Это не обязательно Там бедные люди Богатые Или богатые То есть Там могут ехать все Так давайте Может Чтобы понять Как будет развиваться Город Может мы Перевернем ситуацию И начнем развивать Общественный транспорт Чтобы у нас Не было вопросов А почему у нас Только в центре города Машин Ведь этот вопрос Отпадет Когда я введу Допустим Въезд В центральную Часть города Введите 50 долларов И я посмотрю Кто будет сюда въезжать А дальше Я должен проработать Работу общественного транспорта Чтобы это не было Накладно людям И я смогу тогда Пересадить людей На общественный транспорт И раз в месяц Чиновники Городской администрации Будут устраивать себе По понедельникам Причем я предлагаю День без личного Ну и без служебного Автотранспорта Это обязательно должно проходить Мы должны всех Читовы и чиновников Просто для того Чтобы понять Болевые точки Обязательно И это вот Я думаю На месте Олега Кондрашова Это необходимо Вводить раз в день Чтобы все ездили Общественный транспорт То есть мы должны Приучать к себе Но чтобы это сделать Мы должны понимать Общественный транспорт Он должен быть доступен Не в плане денежном А в плане Что он должен быть Постоянно И хорошего качества Чтобы езда в автобусах Или в трамваях Там для людей Не становилась Каких-то кошмаром Вот это самое главное Спасибо 4230995 Кнопка 5 Есть у нас звонок Антон с нами на связи Добрый день Добрый вечер Антон Да Здравствуйте Можно вопрос Да Конечно Мы вас слышим Да Вот вопрос какой На территории Нижнего Новгорода Есть товарищество Индивидуальных застройщиков Тиспокровская Советский район города К этому товариществу Нету дороги То есть Ну нет дороги С твердым покрытием В прошлом году В октябре месяце Олег Александрович Проводил выездное совещание По поводу строительства дороги И собственно Было принято решение О том что Строительство начнется В 2014 году И что город Ну поскольку Это дорогостоящий проект Временно отсыпет Щебенкой Подъезд к этой территории Поскольку Ну дороги просто нет А люди там живут Вот Не дали как месяц назад На территории Тиспокровской Произошел пожар Сгорел жилой дом В котором собственно Проживали люди Слава богу Жертв не было никаких Однако вот Просто цифры Что были известны Звонок о пожаре Поступил в 3.18 ночи А первая пожарная машина Только через час Смогла пробраться туда Причем одна из трех Потом остальные Затаскивали трактором Гусеничным В горку Там есть одна горка Такая тяжелая Вот Собственно пожар Там через 2.5 часа Только смогли Локализовать И прекратить И вот В связи с этим вопрос Какой То есть неоднократно Вот лично я Там и жители Другие Тиспокровской Обращались К Шансу Валю Павлиевичу К Кондрашову К Сорокину В общем ко всем Кому только можно Кому только можно Да Там и в местную администрацию По вопросу Все-таки Какие же мероприятия Это запланированы Все-таки Что-то может быть Можно сделать Поскольку По некоторым оценкам Там цена вопроса Ну от 2 до 6 миллионов А в городе Реализуются проекты Миллиардные Такие там Как Борский мост Ну понятно То есть вам хочется понять Когда же в конце концов То есть ну Были ответы уже В том числе От департамента О том что Это все запланировано На 13-15 года Но по сей день Как бы никакой информации Мы поняли Антон Я прошу прощения Время дорого Вопрос понятен Андрей Геннадьевич Наверное уже Готов отвечать Спасибо за вопрос На самом деле Я был с Александровичем В прошлом году Вот Он поставил задачу Чуть рановато Вы задали вопрос Потому что Еще раз Вот я повторяюсь То есть через 2 недели Будет программа Советская администрация Уже получила Поручение Проработать вопрос Но она совместно С этим получила Вопрос проработать И снежный полигон Который По дороге к вам Там есть такой Большой овраг Который не используется А у нас проблема По снежному полигону У Нижегородского Привокского И Советского района Поэтому сейчас Прорабатывается вопрос Размещения этого Снежного полигона С отсыпкой дороги Как к этому Снежному полигону Так и по Окровской То есть единственное Там все равно Как и вы Просят дорогу Кузнечиха Там и другая деревня Но будем что-то В этом году делать В этом году Однозначно Что-то сделаем Что там Готов на выездном Совещании Там где-то в июне Месяце Рассмотреть Уже на месте С вами И Советской администрации Спасибо Это получается Я понимаю, он был. Мы вообще любим быть первопроходцами. Были ли там какие-то важные заявления, что самое главное, прикладные заявления сделаны, чтобы можно было вот в нашей практике использовать? Все, что касается ЖКХ, мы ведь вопросы любим. На самом деле, похвалю себя, потому что реально полгода назад в Калининграде, будучи на форуме ЖКХ в этом городе, я постречался с директором фонда ЖКХ, также был Козак, и мы обсудили вопрос проведения этого мероприятия в Нижнем Новгороде. Они очень хорошо к этому отнеслись, и вот неожиданно из того такого короткого диалога выросло такое большое мероприятие. Я считаю, что это большая реклама самого Нижнего Новгорода, то есть я думаю, что мы хорошо себя преподнесли, очень были довольны теми проектами, которые мы показывали. Это и концессия Водоканала, за которой нас постоянно там что-то ругают, обвиняют или еще что-то. А сейчас выясняется, что в Водоканале нет ни одной недели, когда люди из других регионов не приезжали и не учились тем вещам, которые мы делаем в Водоканале. То же самое касается теплоэнерго, это энергосервисный контракт, который мы в прошлом году успешно завершили. Люди также ездят к нам, смотрят, потому что это не очень сложно, но, как оказалось, очень эффективно, и все задают вопрос, а почему мы этого сами не придумали. А это на самом деле просто элементарные вещи, просто управленческие. Третью программу – это ездили Сормовские училища по подготовке кадров, ЖКХ, я считаю, совместная программа, города, области, училища. Я думаю, просто хорошие кадры выпускаем в эту систему. То есть мы говорим, что на сегодняшний момент у нас нет такого, как Афония, у нас должны быть квалифицированные кадры по всем направлениям структуры ЖКХ. Ну и мы сумели показать и рассказать другим городам, как мы делаем волновое расселение, то есть расселение аварийного фонда, это основная задача, которую за нас будет спрашивать президент. Поэтому в очень простой доступной форме, например, мы показали, как, что мы делаем, и на самом деле рассказали о своем городе. Да, очень много разговоров было на форуме именно по вопросам капитального ремонта, о региональных операторах, какую необходимо вносить правки в закон, какие необходимые дополнительные незаконы, а постановления выпустить к этому закону, чтобы он еще лучше заработал. Очень серьезный был вопрос рассуждения по лицензированию домоуправляющей компании, ТСЖ, я очень осторожно к этому отношусь, вот мое мнение, мнений было много, и это приятно на самом деле, потому что высказывались очень много регионов. Приехало 750 человек, это, по-моему, за последние 5 лет самый обширный форум на территории Российской Федерации. Это показало, что это один из вопросов, которые требуют немедленных решений. То есть все требовали там одного, чтобы заходили инвестиции, чтобы что-то в ЖКХ стало меняться. Но основное, это должно быть идти от государства, должны быть разработаны элементарные, простые и прозрачные правила игры на этом рынке. Тогда мы увидим и нормальные инвестиции в наше жилищное хозяйство, и увидим естественные изменения, потому что мы хотим изменений не завтра, не послезавтра, а сегодня. Поэтому сегодня мы должны дать эти усилия, найти средства для изменения данной ситуации. Но я могу сказать всем слушателям, что бывают же вот такие случайности. Довелось мне прочитать репортаж под названием «Саратов может быть разрушен». Речь власть о ситуации в Саратове, и вот Андрей Геннадьевич говорит, в Самаре примерно такая же ситуация еще в 2000... Даже в Перми, на самом деле, очень много городов таких просто. Наши нижегородцы сравнивают ситуацию только в Ниженовгороде, а не знают других городов. Нет, но у нас еще Москва рядом, понимаете? В Москву нельзя сравнивать. Мы понимаем, что нельзя, но она очень близко. Это Петербург любимый мной город, но их нельзя сравнивать. Я просто к тому, что зайдите, посмотрите, Саратов должен быть разрушен. Фотоподборка в интернете с очень хорошим качественным репортажем. Наши коллеги делали, московские журналисты, и вот глядя на это, понимаешь, что такое ЖКХ, и что бывает, если власть города хотя бы на мгновение перестает контролировать что-либо в этой отрасли. Все это кончается катастрофой в городском масштабе. Да, но будем надеяться, что у нас такого не случится никогда. 42, 30, 99, 5, кнопка 5. Ваши конкретные вопросы. Александр вместе с нами на связи. Саша, добрый вечер. Да, здравствуйте. Ваш вопрос. Я хотел бы, у меня даже не столько вопрос, вернуться к теме обсуждения общественного транспорта, именно трамваев в данный момент. И просто там волей и судеб по разным странам поездил и так далее. И вот я сам автомобилист, и у меня много друзей, кто выставили такую точку зрения. Если, например, те же трамваи у нас будут ходить по выделенным каким-то линиям, не пересекающимся с автомобилями, то я готов. И они готовы пересесть просто на трамвае, не создавать пробок, не признать и так далее. Спасибо вам, Александр. Ну да, это приятное мнение, хотя мы читали, конечно, и совершенно противоположную точку зрения в форумах, причем рассуждение на тему, как я, например, развернусь на мосту, если вдруг случилась ДТП и пробка, а тут выделенная линия, через которую не перепрыгнешь. Правильно. То есть вы должны в точке А, в точку Б добраться за самый короткий промежуток времени. Понимаете как? А мы пытаемся свою пятую точку посадить где хочется и довести там, где хочется. Да, где надо. Понимаете как? Но этого невозможно. То есть мы все равно будем принимать программы, которые запретят установку личного транспорта во дворах. То есть это все равно наших жителей ждет. Понятно, что, я всегда говорил, должна быть программа и парковок, и всего. Но, коллеги, то есть мы живем с вами в этом городе, и давайте создавать те условия, чтобы нам с вами было приятно в этом городе жить. А это зависит от нас с вами. Еще один вопрос. Светлана с нами. Светлана, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос по поводу нового полигона, который открылся, вместо Игумновского. Когда его открывали, нам обещали, что будет переработка мусора, что будет суперсовременный завод. Но, к сожалению, там так же, как и на старом полигоне, горы мусора и никакой переработки не ведется. Хотелось бы узнать, по какой причине все-таки заработает ли он так, как он должен работать. Спасибо за вопрос. Это переработка, это реальное хранение, и я думаю, что через 5-10 лет это будет большой залеж метана, газа, который можно будет использовать для выработки энергии. И самое главное, то есть я просто наблюдал, как это делается, как пересыпается, какие дренажные системы сделают. На самом деле это современнейшее сооружение. То, что говорить о переработке, я сам в ней заинтересован, потому что я бы хотел, конечно же, пригласить всех предпринимателей разных форм собственности для вопросов обсуждения переработки как макулатуры, так и пластика. То есть я пока не вижу реального стремления наших предпринимателей заняться этой переработкой. Хотя считаю, что и в зарубежных странах это переработка номер один. Когда было выгодно перерабатывать металл, мы видим, как быстро металл старый убрался из наших улиц. То есть то же самое макулатура, то есть то же самое стеклопосуду, то же самое пластик. То есть это основное то, что надо перерабатывать. Это как раз селективный сбор мусора, про который мы ведем речь, и который надо готовить в будущее. То есть и мы подготовку делаем, но это будет запущено после того, как я буду знать, насколько перерабатывающие предприятия готовы к этому. Поэтому я не готов пока ответить, что в 2014 году будет построен переработающий завод. Но если при нашей дальнейшей встрече вы мне сдадите или пришлете на меня какой-то официальный документ или в блоге где-то, то я вам обязательно отвечу. Мне просто для этого нужно время. Спасибо. Ну мы себе тоже пометку сделаем, а пока уж, раз речь зашла о мусоре, давайте вспомним о том, что у нас субботники в городе уже, в общем-то, стартовали и продолжаются, опять же, благодаря нереально теплой весенней погоде и чистому асфальту. Кстати, о погоде, прежде чем о субботниках, у вас всегда самые точные прогнозы, что обещают нам синоптики, действительно ли это весна, так и будет весной. То есть без снега уже, без каких-то там кономалий. Я думаю, что пока мои прогнозы сбываются, я думаю, что снегом и больше, если только какая-нибудь катаклизма не случится, я считаю, что будет уже все весенняя погода, такого тепла не будет на ближайшие две недели, как мы с вами наблюдали в эти выходные сегодня, вчера. Вот, я думаю, средняя температура будет, я как гидрометцентр, знаете, ошибаюсь. У вас даже интонация, похоже. Да, 6-8 градусов днем и ночью, я думаю, что максимум мороза, который подразумевается в ближайшие, там, может, минус 2 будет, а так, в среднем, температура 0, плюс 3 будет по ночам. Значит, субботникам действительно ничто не помешает. Мы очень много разговаривали и на минувшей неделе об этих субботниках, спрашивали у глав районных администраций, как их население, готово ли оно выходить на субботники. Пока нас радует исключительно район Канавинский, где из субботников делают уже в хорошем смысле слова шоу, игру, молодцы. И в результате очень хорошие получают показатели и, опять же, воспитательные там процессы, моменты, все на свете. Самое главное, субботники у нас, насколько мы понимаем, в Нижнем были и есть, остаются делом добровольным. Конечно. Что может, по-вашему, подвигнуть человека выйти на субботник, ну, помимо, там, чувства совести, какого-то дворового патриотизма? Может быть, организация, в первую очередь, чтобы человек понимал, куда прийти, где получить инвентарь, перчатки, мешки? Ну, организация, конечно же, но чтобы подвигнуть человека выйти из квартиры, у него просто должно быть хорошее настроение и понимание, что вот он от этого получит еще больше хорошего настроения. На самом деле, о субботниках хочу сказать, что районные администрации уже на той неделе начали проводить субботники. Первый такой большой субботник мы будем проводить 5 апреля, это как раз месячник, который начнется у нас 5 апреля, и 5 апреля все городские администрации, все задействия наши ведомственные предприятия будут участвовать в субботнике. А городской субботник состоится 19 апреля, как обычно по субботам. Я не думаю, что это такие политизированные моменты, это наша жизнь, то есть это наше, знаете, как внутреннее, потому что мы всегда после зимы наводим порядок в квартире, в доме, на даче. То есть я считаю, что выйти во двор и два раза помахать лопатой или еще что-то, я думаю, никто от этого не устанет, я думаю, приобретет просто хорошего настроения и общения со своими же соседями, вот, и я думаю, что в этом плане будет только хорошо. Поэтому, ну, насорили зимой, давайте вместе поубираем, поэтому я, конечно, призвал бы наших жителей, потому что Дуком всем сказал и администрациям, чтобы обязательно обеспечили как мешками, так и перчатками, метлами и лопатами. Потому что, на самом деле, мусора много. В этом году мы не так использовали, конечно, пескосоляную смесь и не так много, но мы все равно должны это собрать и подготовить город к майским праздникам, чтобы он у нас был настоящим, цветущим городом. Я надеюсь, что это в этом году мы с вами достигнем. Поэтому приглашаю к участию всех неравнодушных граждан, хорошего вам настроения на этих субъектниках, а мы вам все поможем организовать. Детей не забудьте с собой взять, потому что для них это вообще отдельное удовольствие. Я думаю, что это просто, даже если вместе с родителями они выйдут, то, я говорю, вы получите сами громаду удовольствия, а дети получат какой-то заряд энергии. Спасибо вам большое за беседу, за ответы. Будем рады вас видеть в студии всегда, когда у вас на то есть время. Спасибо вам, спасибо вам, до свидания. С нами в прямом эфире был заместитель главы администрации города Андрей Чертков. Впереди на ННРадио информации «Здоровь города». Горячая лица.